Ну что ж, 14-й день Олимпийских игр в Токио сегодня, и сегодня наши спортсмены будут выступать. Пожелаем им удачи. Речь идет о Ванасе Каладинской, вольная борьба, и пятиборце Илье Полосковой из Могилева. Ребята сегодня выйдут на спортивные арены, пожелаем им удачи. И сегодня я хотел бы поговорить о пятиборце Илье Полосковой. Тем паче у нас в гостях первый тренер и мама Ильи, Инесса Полоскова. Доброе утро. Доброе утро. Инесса Александровна, скажите, пожалуйста, от чего начиналась спортивная жизнь Ильи? Спортивная жизнь Ильи начиналась, как у всех маленьких ребят, с какого-то интереса в спорте. Ну так как я сама была пятиборка, естественно, я привела его к своему первому тренеру Шубину Юрию Дмитриевичу, чтобы он на него посмотрел. Он с удовольствием взял и сказал, Гену пальцем не задушишь. Ну и параллельно я тогда не работала в спорте. У нас был промежуток, когда средняя пятиборья в Могилевской области просто пропала года на четыре, наверное, вот так. И мы вместе с ним пришли. Я как тренер, он как спортсмен. Ну и начали нашу карьеру. У него был выбор, мы ему предоставляли, сильно мы на него не душили, чтобы заниматься спортом, пятиборьем именно или нет. Но он сказал, нет, я хочу пятиборьем, как ты, хочу именно с тобой. Ну так мы и пошли рука об руку. Все 20 лет идем до сих пор. Молодцы. Вот скажите, а как у Ильи получается в пяти видах спорта показывать отличные результаты? Ну не все в пяти видах спорта. У нас иногда что-нибудь проваливается. К сожалению, у нас такой вид спорта, что и силовой, и технически поднимаешь одно, упускаешь другое. И поэтому я это называю пазл. К основному старту мы начинаем его собирать. Во взрослом спорте очень большое дело играет, конечно, психология спортсмена уже. Когда мы пришли во взрослый спорт, у нас в команду, во взрослую команду пришли. Я поняла, что все, что мы делали, надо отрезать, выкинуть и начинать сначала. Ну уже работать больше психологически, эмоционально. Потому что все, что мы умеем, мы же умеем. Дальше идет борьба характеров. Вот как. Скажите, ну вот пять видов спорта. А какой Ульи самый любимый? Фехтование. Фехтование. Да. Тем паче сегодня он будет в Токио. Да, у него подходит очень тип характера, у него очень тип мышления, он хорошо играет в шахматы. Поэтому он укол, который наносит за три секунды, он может мне рассказывать 20 минут, как он его наносил. Да. Ну ему нравится то, что он делает. Это его жизнь. И никогда не было такого, что я там брошу, я уйду, или я какой-то другой вид спорта. Это, наверное, жизнь и стиль всей нашей жизни, всей нашей семьи. Даже папа наш завязан в этом. Да, он у нас технический работник. Шпаги, пистолеты, это все на нем. И уже не только для Ильи, но для всей, наверное, могу честно сказать, команды Республики Беларусь. Инесса Александровна, вот мы знаем, что Илья, он любит организовывать праздники. Да. 2 августа у Ильи был день рождения, он встречал его в Токио. Как это прошло? Это прошло ровно. Он сказал, ребята, все потом. Он бережет свои эмоции, бережет свою энергию, он понимает, что это очень важно для него, для выступления. Поэтому поздравление было море, мы все его поддерживаем, он очень доволен, прислал на благодарственные слова и ждет с нами встречи. Мы тоже ждем. Вы пришли сегодня к нам в гости в студию с медалями. Вот расскажите о них, какая из них, на ваш взгляд, самая была? Я взяла самую маленькую долю наших медалей, потому что вчера я их пыталась взвесить, но поняла, что даже я их не смогу, там килограмм 20, наверное. Медель самая простенькая, но самая дорогая. Это первое место в Спартакиаде 10-го года, которое дало ему возможность пробиться в национальную команду и выехать на первый международный старт первенства Европы. Ну, занят там 9-е место. Хорошо, вот я вижу, вот медаль такая вот. Вот эта. Да, вот эта, вот эта. Да, это медаль самая, наверное, дорогая в нашей коллекции, можно сказать. Эта медаль, первое место в финале Кубка мира, эстафета Микс, в которой он бежал с Катериной Орел. Эта медаль дорога не только тем, что это проходило в Белоруссии, в городе Минске, мы дома были, выиграли, но она еще и дорога финансово. Здесь 16 унций золота. Скажите, пожалуйста, а вот как вы считаете, чего сейчас Илье не хватает в Токио? Ему не хватает личного тренера, к сожалению, лимиты мест ограничены. Так получилось, что штабом тренерским мы решили, что должен ехать тренер по верховой езде, потому что, будучи на финале Кубка мира в Токио прошлые годы, два года назад, показали, что конь очень там тяжелый. И мы решили, что раз места ограничены, поедет тренер по верховой езде и главный тренер. Ну, Илья, конечно, он такой человек у нас очень семейный, он чтит семейные традиции, он просто завязан в этом во всем. Каждый день он нам звонит и говорит, хочу вас обнять. Скучно, скучаю, ну что делать, взрослый человек, надо держаться. А вот если бы вы сейчас находились в Токио рядом с Ильей, что бы вы сделали? Ну, обняла, поцеловала, почесала бы ему спинку. Он это очень любит. Инесса Александровна, спасибо большое, что пришли к нам в гости. Мы будем болеть за всех наших спортсменов, желаем им победы, ну и, конечно же, скорейшего возвращения домой с медалями. Спасибо. Можно я тоже пожелаю нашим спортсменам мужества, силы духа и веры в себя, потому что они уже все умеют. Только осталось бороться, проявлять свой характер и держать нервы в кулачке. Спасибо большое, так оно и будет. Ну, а мы продолжаем наше утро. Никуда не уходите.